Екатерина Мечетина, пианистка с мировым именем, заслуженная артистка Российской Федерации, приняла участие в открытии 61-го международного музыкального фестиваля «Мир эпоха имена». Вместе с Национальным филармоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра народного артиста России Владимира Теодоровича Спивакова она исполнила концерт номер два для фортепиано с оркестром «До минор» Сергея Рахманинова. После выступления Екатерина Мечетина дала небольшое интервью специально для нашего телеканала. Вы сегодня выступали с народным артистом России Владимиром Теодоровичем Спиваковым. Вы давние друзья, как известно многим уже, да? А как вы познакомились? Как произошла первая ваша встреча? При каких обстоятельствах? Как все самое прекрасное, совершенно случайно, и я чуть сама не испортила все. Я была студенткой четвертого курса консерватории, может быть. Ну, то есть такое время, когда уже очень много чего хочется, но пока еще не все получается. И в какой-то момент мне позвонили из фонда Спивакова. Ну, это фонд, который занимается талантливыми ребятами. Я, правда, уже была не ребенок, но, тем не менее, они знали давно о моем существовании. Они позвонили, попросили, не могу ли я сыграть второй концерт Рахмани, но не на концерте, а на репетиции. Такое бывает, когда дежур выучивает новый репертуар, и ему нужно что-то типа спарринг-партнера, кто мог бы подготовить его для выступления с каким-то другим артистом. В данный момент это был Кисин. Готовился он к выступлению с Кисиным. А я очень амбициозная и подумала, что это я пойду репетировать. Вообще, зачем мне это надо? Совершенно ничего не соображала. Настолько прям совсем не понимала. И чуть было не отказалась. Ну, потом, слава богу, судьба все правильно как-то так сложила. И получилось так, что я прихожу на репетицию к Владимиру Тодоровичу. И знакомлюсь с ним, соответственно. И потом я поняла, боже мой, какая же я была глупая, что я могла вот этого не испытать, не познакомиться с таким музыкантом, не увидеть вблизи вот такую личность просто. Это для меня, конечно, наверное, это было самое сильное впечатление во всей моей музыкальной жизни, потому что впечатления были разные и очень мощные. Но это было первым. Это был первый такой величайший музыкант, которого я увидела вот в работе, вблизи. И не просто как... Ну, у меня были замечательные педагоги, я ничего не могу сказать. Но дирижер – это же человек, с которым ты вступаешь в отношения со-творчества. И это совсем другое. И поэтому для меня это было абсолютным солнечным ударом. Я просто несколько дней ходила абсолютно, я даже не могу это передать. Вот я действительно ходила как ударенная солнцем, в буквальном смысле. И, конечно, я знала его творчество, какой он скрипач, какие виртуозы Москвы и так далее. Но тут я как-то с более открытыми глазами еще раз на все это посмотрела таким более сознательным взглядом. И, конечно, как музыкант он для меня тоже стал большим образцом для подражания. Не только в своем творчестве, а в своем отношении к делу. Я видела, сколько этот человек работает. То есть он вообще не бывает, чтобы не работал. Он даже, если он, мне кажется, ужинает или обедает, все равно он работает. Потому что все время музыка в голове, все время мысли о музыке, все время разговоры о том, что либо уже сделано, либо о каких-то грядущих планах. Но это человек, который вот этим всем живет. И вы представляете, что это такое? Такой ориентир получить в студенческом возрасте. И я подумала, что, ну, конечно, мне никогда не суждено ничего подобного. Ну, я так подумала. А теперь уже, там, 23 года спустя, я понимаю, что я не претендую на то, чтобы пройти тем же путем. Нет, другие масштабы совсем, да. Когда человек руководит несколькими оркестрами, это совсем не то, что когда человек просто солист, пианист или кто бы ни был, какой бы ни был солист. Но, тем не менее, я иду по той же музыкальной счастливой стезе. Я тоже имею каждый день отношение к музыке. И я тоже примерно постоянно думаю о ней. Или о том, как что-то прошло, или о том, как решить какие-то новые задачи, которые передо мной стоят. И если бы его тогда не случилось в моей жизни, я не знаю, на что бы и на кого бы я ориентировалась. Может быть, вообще все мои вкусы были бы несколько другими. Но я счастлива, что это был именно он. А вы часто пересекаетесь? Да, довольно часто. Хотелось бы всегда чаще. Но, да, в этом сезоне вообще у нас много планов. Вот сейчас два концерта по Волжье, Самара, Ульяновск. Летом еще будет четыре концерта. И второй концерт Рахманова для нас, конечно, такое знаковое произведение. И когда я написала книгу в прошлом году об этом сочинении, конечно, первый человек, который мне подарил, это был именно маэстер Спиваков. И потом через некоторое время он мне позвонил с совершенно потрясающими комплиментами в адрес этой работы. А это такая работа, ну, знаете, скорее методическая, там все там с номерами тактов. Что-то типа пособия для студентов, которые хотят выучить этот концерт и сыграть его с оркестром. То есть у меня есть большой опыт исполнения с разными коллективами, с разными дирижерами. Я решила как-то все это обобщить. И то, что мне когда-то объясняли, я подумала, что можно объяснить в таком письменном виде. И маэстер очень-очень высоко это все оценил, до сих пор вспоминает, рассказывает, я знаю, рассказывает другим людям про эту книгу. Ну, вот так вот, он знаковый, конечно. Но мы и другие вещи играли, и Шостаковича концерт. И сейчас вот летом будем, наконец, третий концерт Рахманинова играть. Вот я тоже надеюсь его чем-то удивить в этом произведении тоже. А кто из музыкантов еще сыграл важную роль в вашей жизни? Ну, помимо педагогов, я уже оговорилась, да, что эти люди – это всегда мой низкий поклон им. Ну, также был Мстислав Остропович, который мне повстречался тоже в очень юном возрасте. И по-другому, но, может быть, просто как личность, знаете, тоже вот как яркая комета, которая озарила своим таким светом. И попасть в орбиту немножко удалось. Там, стажировки фонд организовывал. Играли вместе тоже. Но все-таки это было после. Это уже было после. Просто чисто хронологически. А еще Орден Шедрин. Он меня познакомил вообще с миром современной музыки. И я была исполнителем многих его премьер. И после этого я поняла, что современная музыка – это совсем не так страшно. И стала играть и других композиторов. Сейчас очень со многими дружу. Ставься назвать Александра Владимировича Чайковского нашего замечательного, можно сказать, флагмана сейчас композиторской школы. Алексея Львовича Рыбникова я играла. Из молодых вот Кузьму Бодрова я играю. Олега Пайбердина. Некоторые из них уже пишут даже для меня. Или вот, например, у нас есть замечательный дуэт с Катей Мочиловой. Я знаю, оно у вас тоже бывало. У нас есть программа целая. Там композиторы написали для нас как дуэта. Ну, много. И Кузьма писал для моего трио с Никитой Берсогребским и Сергеем Антоновым. Писал по следам Бетховена тройной концерт. Ну, вот таким образом Родион Щедрин стал для меня открытой дверью к современной музыке. Благодаря ему я понимаю, как ее играть. А вообще есть у вас произведение для души? Ну, я вообще стараюсь не играть того, что мне для души. Хотя в жизни бывает все. Бывают заказы, бывают какие-то поводы. И профессионал на то, и профессионал, что он должен играть. В общем, все. Но если у меня есть выбор, если лично я делаю этот выбор, то я, конечно, играю только то, что мне по душе. А бывает такое, что выучишь что-нибудь, потом понимаешь. Ну, не вошло в золотой фонд мой личный. Но выучено. И сыграть могу еще раз, если нужно будет. Просто есть произведение, вот как второй, третий концерт Рахманинова, как первый концерт Чайковского, как концерты Шопена, как концерт Григо или Равеля, Гершина. У меня большой очень список того, что я могу вот завтра сыграть. Просто вот завтра, не повторяя. То есть у меня такой активный репертуар, очень обширный. Но вот все, что в активном репертуаре, я нежно люблю. По поводу концертных программ. Вы сами их составляете или вам подсказывает кто-то? Очень зависит от того, какая это программа. А если это сольная программа, да, здесь никто мне не указ, так сказать. Я могу с кем-то посоветоваться, попросить, может быть, каких-то идей. Но финальный результат – это результат моих мыслей, так скажем. И я благодарна тем, кто мне дает интересные идеи. Но иногда эти идеи берутся просто из живой жизни, из работы со студентами, из каких-то посторонних музыкальных впечатлений. Но в этом году, например, несложно было сочинять программу, поскольку юбилей Рахманинова, и Рахманинова не устаешь никогда. Чем больше Рахманинова, тем лучше. Вот. И поэтому, когда сольная программа – вот так. А когда программа с оркестром, ну, мы обсуждаем это и с дирижером, и с принимающей стороной, с концертными организациями. Мы встречаемся накануне Международного женского дня. – Что бы вы хотели пожелать себе? – Себе? Интересный вопрос. Обычно просят пожелать всем женщинам. Ну да, наверное, себе, в общем, то же самое, что и всем. Постоянно чувствовать себя объектом такого взгляда, мужского, чтобы наслаждаться тем, что ты женщина. – Спасибо большое. Мы желаем вам этого. – Мы всем этого желаем. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok